Добрый вечер! В эфире канала Телемикс. Программа накипела. Телевизионная трибуна для наших зрителей. Меня зовут Ирина Мигунова. Впереди главный майский праздник – День Победы. И в городе намечается пышное празднование. Великий для нашей страны день отмечаем в понедельник. Синоптики пока обещают солнечную погоду. А что обещает уссурийцам администрация? О планах на 9 мая поговорим сегодня с Еленой Бронниковой, заместителем главы администрации по вопросам социальной сферы. Здравствуйте, Лена Николаевна. Я знаю, что вы прямо сейчас к нам прибежали. Откуда? С репетиции. Откуда вы еще можете бежать? Лена Николаевна, ну вот в прошлом году была потрясающая инсталляция. Ее запомнили все. Понятно, юбилей был, да? Юбилейную дату отмечали в этом году. Что ожидать? Нечто подобное или какие-то новые? Ну, не просим раскрывать все секреты, но намекните хотя бы. Ну, конечно, повторяться не будем. И такой реконструкции, инсталляции, конечно, пышной не будет. Мы ее прибережем для следующего юбилея. Но, конечно же, мы стараемся наших зрителей, наших горожан порадовать, удивить, вовлечь в действие. Потому что в прошлом году мы увидели, да и в позапрошлом тоже, что наши горожане с удовольствием принимают участие в каких-то тематических локальных площадках. Конечно же, подготовка уже полным ходом идет давно. И мероприятия тоже уже, кстати, начались. Например, говорить, да, уже? Да, если можно презентовать, так сказать, список мероприятий из того, что уже началось, оно идет сегодня и вчера уже, да. Да, ну, акция «Георгиевская ленточка» у нас началась с апреля. Волонтеры, студенты раздают на открытых площадках для горожан «Георгиевскую ленточку». Если мы говорим о мероприятиях, то 3-го, 4-го и 5-го, сегодня завершающее было мероприятие, артисты театра драмы имени Веры Федоровны Комиссаржевской с театрализованной постановкой о Великой Отечественной войне проехали по трем селам и показали представление. Это село Каменушка, Дубовый ключ и Боневурово. Там, где сегодня не функционируют клубы, ну, то есть, пока заведующих клубов нет, клубы-то, конечно, функционируют. И вот, вы знаете, было настолько приятно, и селяне так откликнулись с удовольствием. И мы, конечно же, вот буквально с директором театра несколько минут назад общались, он говорит, приглашаю, говорит, приезжайте как можно чаще. Говорит, я сам сегодня, он присутствовал со слезами на глазах. Боневурова, моя ваша съемочная группа была сегодня, завтра в новостях, смотрите сюжет. Да, конечно же, у нас завтра мероприятие для ветеранов. Давно мы этого не делали в закрытом праздничном концертном зале, это молодежный центр «Горизонт», в 3 часа дня будет праздничный концерт для ветеранов «Мы живы, пока жива память». Там минимум поздравлений, максимум песен, танцев, приятного именно по пожеланиям наших ветеранов, чтобы это были детки, чтобы это были народные, национальные танцы и песни, песни, победившие войну. Ну, конечно же, поздравления от главы администрации Евгения Евгеньевича Корж, от него же подарки нашим ветеранам, поздравления от главы УГО Николая Николаевича Рудь, ну, еще почетные гости. Так, 9 мая. Конечно же, у нас традиционно начнется с бессмертного полка. С парада. С парада. С парада. Да, ну, на центральной площади. На центральной, но в 9 утра от площади Победы, от Вечного огня у нас... Сбор, да. Стартует бессмертный полк. Давайте на нем остановимся, дальше вот продолжим. Давайте, да. Чуть позже, за 2 года, да, получается, акция у нас проходит. Количество, ну, наверное, даже это не геометрическая прогрессия. Да, мы даже боимся сегодня. Как ее назвать? Сколько было народу в прошлом году? Сама шла с нашей школой, с детьми, потрясающе, даже вот находясь внутри. В этом году, скорее всего, еще больше людей. Я знаю, что работает горячая линия. Да. Сколько сейчас предварительно уже ожидается людей? И сразу второй вопрос. Те, кто еще не успел зарегистрироваться нигде, но точно хочет пойти. Каковы условия участия? В 9 часов утра сбор на площади Победы. Там с портретами своих родственников, фронтовиков, участников и так далее. Конечно, есть требования, чтобы это было на штандарте, чтобы это было смотрибельно. Но вот какая есть фотография, такую несут в руках. И, конечно, вы правильно говорите. Вы шли, наверное, со слезами на глазах в полку бессмертно. А мы стояли, организаторы, рядом со сценой. Были гости почетные на сцене, на трибунах. И они тоже плакали. И это было зрелищно. И это нужно для наших поколений, для нас с вами, для наших детей, для наших внуков. Мы надеемся, тоже это будет. Стартует бессмертный полк в 9.50 от Вечного огня. Проходит по улице Краснознаменной до Чечерина, по Чечерина до Некрасова. И затем вступает уже на центральную площадь. Барабанщики Суворовского училища будут предварять и задавать темп, ход. Вот таким образом, я думаю, что, конечно, это будет. Вы знаете, у нас есть как раз сюжет, который мы подготовили для этого эфира. Он уже успел выйти в новостях. Но хочется показать его и нашим телезрителям. О том, как суворовцы, как раз те самые, готовятся каждый день на плацу. Вместо физкультуры, вместо ОФП, вместо всего подряд. Они сейчас маршируют, готовятся к тому, чтобы открыть парад. Давайте посмотрим этот сюжет все вместе. Все стройны, как на подбор. Они следуют на очередную подготовку к параду. Для дилетанта очевидно, репетировать нечего. Шаг уже точен, выправка, будь здоров. И только специалисты знают все слабые места ребят. Как говорит начальник училища, нет предела совершенству. Был период такой, что суворовцы не участвовали в параде, они очень ждали этого. Очень волнуются, очень волнуются. Стараются показать лицо училища, лицо вооруженных сил. Стараются, очень серьезно. И тут не относятся к этому делу. Тут не все же, кто хочет участвовать. Кто учится хорошо, у кого строевая выправка, достойная. А чтобы не упасть грязь лицом, дважды в день суворовцы на плацу. Вместо зарядки в 7 утра – строевой шаг. После обеда – еще одна репетиция. И так уже третий месяц. Кто-то показать красивую картинку, чтобы люди увидели. Эту картинку надо подготовить. Она дается не только с потом и с манзолями. Темп – 120 шагов в минуту. Ширина шага. Постановка нога прямая, постановка на всю ступню. Это очень серьезная наука. И надо выдержать этот темп. А чтобы его выдержать, надо иметь и мышцы на животе. И должны быть хорошие, легкие. По центральной площади Уссурийска 9 мая пройдет рота барабанщиков и роты выпускников Суворовского училища. Только самым достойным выпала честь открывать парад победы. Для знаменосца Владислава Лученко это второй парад. Как награда за отличную учебу и спортивную подготовку. Это очень ответственная задача – нести знамя на площади. Тем более, оно тяжелое достаточно. Ветер дует, может снести легко. Поэтому усердно готовимся к этому. Уссурийские суворовцы будут открывать парад победы и в Хабаровске. Десант юных военных отправится в путь в самом начале мая, чтобы успеть принять участие в репетициях. Мы задаем тон, знаете, такой эмоциональный тон всему параду. Ребята очень волнуются, но с честью всегда они этот парад проходят. И командующий войсками Восточного военного округа нас всегда отмечает в лучшую сторону. По выправке, по строевой подготовке мы практически лучшие. Впереди еще три недели репетиций и генеральные прогоны по центральной площади Уссурийска. Кстати, среди рот и барабанщиков две шеренги флитистов. Ребята придают особое звучание парадной колонии юных суворовцев. Ольга Муравьева, Анатолий Молчанов, Телемикс. Радуются смотреть на такие репетиции. Приходите на парад 9 мая, вы увидите все это воочию. Ну и еще обращение к нашим телезрителям. Вы можете звонить в прямой эфир по телефону 33 72 74, либо 33 72 76 и вносить свои предложения. Наверное, не успеют эти предложения уже реализоваться в этом году, но очень важно, что они будут услышаны заместителем главы администрации и человеком, который за это все отвечает из года в год уже много лет. Ваши предложения мы выслушаем в прямом эфире. Может быть, замечания, может быть, какие-то действительно будут уникальные советы, которые стоит давно принять во внимание. Ну а теперь, да, давайте продолжим. Бессмертный полк дошел до площади. Что он делает в это время? А в это время на площади проходит парад войск Уссурийского военного гарнизона. Парад войск проходит, и затем еще опять же суворовцы наши вышли с предложением. Очень интересная акция, тоже называется «Георгиевская лента», только они пронесут после парада Георгиевскую ленту длиной 40 метров. Сегодня тоже была у нас репетиция, вот, как дань уважения суворовцев к подвигам. Сами суворовцы. Сами? Да, сами суворовцы. Сегодня, да, прошла репетиция, очень интересно. Этого не было, это впервые на площади Уссурийска. Будет такое действие. А когда пройдут суворовцы с Георгиевской лентой, тогда пойдет бессмертный полк. По окончании будут у нас парашютисты, которые в прошлом году понравились нашим, да, показательные выступления. Будут у нас десантники, показательные выступления десантников. То есть все пожелания, все, что нравится нашим горожанам, мы учли. И затем уже у нас будет такой небольшой технический перерыв, когда будут выставляться локальные площадки учреждению культуры. И вот это, наверное, самая, наверное, творческая часть дня. Я знаю, что по вашей, опять же, презентации, по планам, ну, просто площадь вся по периметру будет уставлена какими-то инсталляциями интересными, палатки, рынки какие-то, да. Да. Вот эта мелочевка. Но вот очень интересно, ведь над каждым этим уголком, я уверена, ну, наши сотрудники культуры работают кропотливо, что там собирают, придают аутентичность, да. И там же, наверное, как и в каждом году, сидят люди изображающие. Да, входят в образ. Да, да. И у всего этого будет некая одна красная линия отечественного кино. Правильно? Да, 2016 год объявлен годом кино в России. И, конечно же, мимо культуры это пройти не могло. И каждая локальная площадка носит название фильма о войне. Причем очень тоже интересно подошли и креативно к этому работники культуры. Например, у нас там «Заяц жареный по-берлински». То есть фильм, который наверняка видели не все. Поэтому есть возможность поискать и посмотреть. Но эта площадка будет не про кино, правильно? Что на ней будет? Нет, эта площадка будет не про кино, слово «Заяц» говорит о пище. Это будет, ну, скажем так, как у нас есть в шоу «Кухня», да? Ну, вот что-то в этом роде. То есть будут открыты какие-то мастер-классы? Будут мастер-классы, будут профессиональные повара, которым будет выдан набор продуктов того времени военного. И из этого набора они должны будут приготовить какое-то блюдо. А затем наши, причем это нужно прокомментировать, это должно быть интересно, определенное шоу. А затем наши горожане смогут попробовать и выбрать победителя. То есть, может быть, это будет солдатская каша, но которая будет сварена на глазах. Кстати, о каше. Опять же, забегая немножечко вперед, мы знаем, что в этом году, как раз учтя какие-то ошибки и нюансы, каши сварят больше. Насколько больше и в каких местах города можно будет ее попробовать? В прошлом году у нас было две полевые кухни, в этом году четыре. Мы выставляем их по улице Октябрьской между Некрасовой и Советской. И пятая полевая кухня «Солдатская каша» будет в городском парке, потому что программа для ветеранов, тихая, спокойная, будет именно в городском парке. Для тех, кто хочет тоже там отдохнуть. То есть, площадь Октябрьская, парк. Нет, ну не площадь, все на Октябрьской. Все четыре кухни вдоль, да, на определенном расстоянии. Единственное, конечно же, большая-большая просьба горожанам. Посмотрите на себя со стороны. Культура еды и культура поведения должна присутствовать. Хватит всем. Вот в этом году хватит всем. Вот уж точно не стоит... Это же попробовать именно «Солдатскую кашу». Очень печальная картина по окончании. А самое главное, что начало работы локальной площадки «Солдатская каша» в 12.00. Не в 9 утра, не в 10. Не нужно заставлять солдат, чтобы выдавали это раньше. То есть, есть время определенное. Ну и это ежегодное опасение, что, может быть, не хватит. Оно теперь может отпадать. Толпиться не стоит. Стоять можно не в одной очереди, а сразу в четырех. Они будут явно короче. Всем всего хватит. Я надеюсь, интеллигентно выглядеть будут в этом году эти площадки. Вы заговорили о парке. И там в парке концерт. Тихий для ветеранов. Помимо... Что-то еще будет? Там будут... Во-первых, сначала будет тоже, учитываем пожелания горожан, духовые оркестры. Будут играть духовые оркестры. Не один? Нет, три. У нас есть военные, есть школа искусств, и есть районный центр. Центр развития творчества детей и юношества, село Новонекольск. А затем, конечно же, концерты, детки и взрослые. Будет солдатская каша. Будет выставка мастеров-прикладников. Потому что на площади будет несколько иная тоже выставка декоративно-прикладного творчества. Там будет именно конкурс-посылка солдату, конкурсные работы. А здесь вот именно наши прикладники, кто что пожелает. Будет руководство парка, они вот аллею славы такой, аллею памяти. Будут высаживать саженцы, ветеран, школьник, родители. То есть можно прийти, принять участие. И все это днем тоже с 12 до 17. До 17. До 17. До 17, да, можно будет отдохнуть. А гид-бригады, которые у нас будут путешествовать по городу, получается, чуть раньше. Седьмого. По микрорайонам. Да. Эти же номера можно будет увидеть в День Победы? Они приедут в парк? Я думаю, что да. Но только уже не в качестве гид-бригад, а именно как дневные концерты, дневной вечерний концерт на центральной сцене. А до 7 числа будут на 7 открытых площадках города. Давайте их перечислим. Давайте. Пусть люди выходят и смотрят. Это у территории Дворца культуры Дружба на открытой площадке, Молодежный центр Горизонт, Центр культуры и досуга Искра, территория 32-й школы, Северный городок, территория у Центра детского творчества Володарского 61, территория у Детской школы искусств. Впервые, да? Да, впервые. Комсомольская 77. А Некрасово 233. Да, это вот Северный городок. Это Северный городок, у нас активный там ТОС. В общем, концерты будут проходить с 7 числа. Во сколько еще раз? В 15.00. Все в одно время. В 15.00. Выходите, не пожалеете, получайте удовольствие. Из городского парка. Возвращаемся, да? Хотя нет. Да. Давайте мы вернемся к этой теме. Ровно через полторы минуты впереди короткая реклама, все самое интересное, вечерняя программа. Подробности и секреты сразу после рекламы. Продолжаем говорить о планах, которые нас ожидают в День Победы. Сегодня у нас в гостях заместитель главы администрации по вопросам социальной сферы Елена Николаевна Бронникова. Человек, который, как никто другой, лучше всех знает, что будет происходить на каждом, наверное, промежутке участки творческой площадки нашего города. Что ждать уссурицам? В первой части программы мы поговорили, начиная с 9 утра, даже, наверное, за два дня до, дошли до парка Дара, но вечером, вот, допустим, концерт закончился. 5 часов вечера, стоит людям возвращаться опять на площадь. А те, кто, кстати, не пошел в парк, на площади будут что-то делать? Конечно, работа локальных площадок, как раз они будут с 12 до 17. Помимо этого, концерт на сцене дневной, детский в обязательном порядке будут. Вы говорите, да, действительно, я знаю, какие локальные площадки, как будут работать, но мне самой очень интересно. Везде надо побывать. Везде побываю, потому что мне очень интересно, например, площадка Блошиный рынок, Любка, тоже есть такой фильм. Ну, вот хочется посмотреть. Я понимаю, что предметы обихода будут представлены именно того времени. Но как это будет представлено? То есть я понимаю, что это развалы какие-то или что-то? Люди смогут сами принести? Люди смогут сами принести, смогут даже обменять, выставить. Ну, я думаю, продажи не будет, но обмен какой-то будет. Очень интересно посмотреть. Затем площадка локальная на привале, ну, вроде бы всегда есть, но будет изюминка, ведь у нас, опять же, мы говорим год кино, а есть у нас артисты цирка, фронтовики. И у нас есть народная цирковая студия «Искорка», единственная в нашем городе, в Узурийске, причем она существует очень давно. И ребята, и взрослые, все участники этой цирковой студии готовы нам тоже там репризы всевозможные показать именно тех времен. Допустим, у нас клоун «Карандаш», да, он же выезжал с бригадой, с агитбригадой по фронтам для того, чтобы поддержать боевой дух. Или Юрий Николин, он сам фронтовик. То есть, конечно же, очень хочется посмотреть, что за интересная такая будет работа площадки. Вы знаете, музей очень ответственно, как-то вот так серьезно подошел к инсталляциям. Все-таки они хотят показать, что маленький, называется у них так внутренняя инсталляция, маленький город большой войне. Наши уссурийцы, их роль, наверное, их вклад в Тихоокеанском флоте. У нас ведь есть памятник юнгам огненных рейсов, и об этом музей будет рассказывать наши уссурийцы и их вклад. Но я думаю, что тоже будет, я уверена, что это будет интересно. Причем площадки музея в такие праздники, как День города и 9 мая, всегда пользуются спросом. Всегда. То есть на площади будут не только развлечения, но и различные познавательные, поучительные моменты, где можно будет и покушать, и обогатиться, и духовно. Еще самое главное, еще же у нас в прошлом году, вы, конечно же, Ирина, помните, шар мира, голубь мира, когда сначала горожане изготавливали, потом запускали его в небо. В этом году, конечно, у нас будет карта памяти, называется. Карта тогда СССР, города-герои, а наши горожане смогут прийти, изготовить гвоздичку и прикрепить на эту карту, как вот дань памяти. И я полагаю, что к 17.00 вся эта карта будет полностью состоять из гвоздик. То есть вот в этом году так. Будем надеяться. Я думаю, до 5-6 вечера люди проявят себя настолько, насколько можно. А меня вот эти интересуют... А вот потом я хотела сказать, мы выставляем лавочки на площадь. Да, да, да. Вот это, наверное, самое особенное. Да, у нас тоже небольшой технический перерыв будет. Мы выставляем лавочки для горожан. Ну, причем они могут сами со своими даже прийти, стульчиками. И показываем фильм, я думаю, что любимый всеми, в бой идут одни старики. На центральной площади. Вот такой вечер. На всю площадь. Раскудырявый клёв жилен. На всю площадь, да. Прекрасно. В этом у нас очень такой партнер, скажем так, помощник нам. Это общественная организация, Российский союз ветеранов Афганистана, региональное отделение, руководитель Остапюк Владимир Николаевич. Вот он нас поддержал, сказал, мы возьмем на себя все организационные моменты. Поэтому вот это вклад их в организацию мероприятия 9. Смотрите, вот такой нюанс интересует. Все-таки будет еще светло, да, и мы привыкли к тому, что любое кино на улице можно, если и посмотреть, то в темное время суток, потому что не позволит проектор. То есть какое-то другое оборудование. Да, все в дневное время, будет качественная картинка, да, за это даже переживать не стоит. Ну я даже не припомню такой шикарной сцены у нас прежде. А ленты, ленты кинематографические военных лет будут показывать в одной из палаток. То есть это прям ленты. А где удалось такое оборудование найти? Ну, секреты все выдавать не будем. Это вот в Центре культуры Досуга Искра есть эти ленты. Ну, конечно же, может быть, они не будут показывать на проекторе. Возможно, он не совсем рабочий, но как музейный экспонат. Люди увидят инсталляцию, да, смогут посмотреть все это. Все понятно. Возвращаемся к кино. Лавочки будут стоять, да? Да. Что особенно важно. Кстати, уважаемые телезрители, да, если у вас есть предложение по Дню города, вы еще можете позвонить. Я понимаю, звонков нет, все все устраивают. По Девятому май или по Дню города? Вы говорите, кстати, по Дню города с удовольствием. По Дню города осталось чуть меньше. Да что вы, мы уже работаем. Я так полагаю, что как только 9 мая пройдет, на следующий день будет аппаратное, и Евгений Евгеньевич скажет, рассказывай, что будет. Да, Елена Николаевна. Да. Ты молодец, конечно, но. Да. А что будет интересного? А что будет интересного дальше? После кино что-то еще? Вечерний концерт будет, наши коллективы местные, песни победы, песни, победившие войну, ну а затем флешмобы еще у нас будет. У нас же еще, да, Ирина. Давайте, флешмоб, конечно, смысл его, это нечто неожиданное, самоорганизовавшееся. Да, непостановочное, да. Но это слово давно уже приобрело у нас смысл, некий такой нарицательный. И люди, лучший экспромт, он, конечно же, у нас заготовленный экспромт. Но мы все равно стараемся, чтобы этот экспромт у нас был, потому что… Вот наши телезрители смогут поучаствовать, давайте им подскажем. Да, первый флешмоб, ну ориентировочно это 12.30, ведущие со сцены еще будут объявлять и приглашать их, это вальс победы. Я думаю, что все, кто умеет танцевать вальс, приходят на центральную площадь. Все, кто не умеет, еще можно порепетировать, сейчас, кстати, идет репетиция, 7 мая опять репетиция, то есть можно научиться на центральной площади. Сейчас, конечно же, после репетиции парада, вот сейчас идет репетиция и 7 мая, ну скорее всего в 20.00, да, это будет опять наше время работников культуры. Первый флешмоб танцев. Да, вальс победы. Потом будет флешмоб «Звезда», когда, конечно, обрамление «Звезды» – это будут творческие коллективы, учреждения культуры, но за несколько, ну скажем так, за час, может быть, за полтора часа, за 30 минут, Горожанам будут выдаваться шарики красного цвета, как «Звезда», и когда будет дан старт и команда «Выстроенная будет звезда», нужно будет ее внутри наполнить. И вот тут наши горожане смогут заполнить звезду и по команде выпустить шары в небо. Запомнили? Да, время будем объявлять. Так, время пока… Ну, ориентировочно это по 14.30. А вот присутствуйте, уважаемые горожане, на наших мероприятиях. Присутствуйте, как только раздача шариков, это будет означать, что… Скоро флешмоб. Скоро, скоро, вы можете стать частью истории. Еще один флешмоб называется «Мы выбираем мир». Здесь будет, ну, определенная игра и передача земной шар, шар надувной, да, как земной шар, передача от одного поколения к другому. Поэтому здесь, ну, явно не постановочный, а действительно экспромт, когда можно людей в круг поставить. Он огромный? Он большой, да. Еще сама не видела, но сказали, что да, будет все, как никто не проколол. Конечно же. Это будет третий флешмоб, ну, и четвертый. То, к чему мы, вы знаете, очень давно идем, повторяться не хочется, но песня «День Победы» – это песня на века. Да, это песня наизусть. Это перед салютом праздничным, когда, конечно же, за дел сделают коллективы, творческие учреждения, но я думаю, что наши горожане, ну, выучат песню. Ну, мы, кстати, даже на экран выведем, как в караоке. Очень даже правильно, да. И эту песню мы хотим, чтобы весь город, вся площадь центральная подхватила перед салютом. Супер. Очень хочется быть в эпицентре того, что будет там происходить. Каждый год перед салютом вот такая вот трепет, трепет, прям вот, ну, трясет, вот мурашки по голове. А песня много раз повторяется, пока идет салют, и каждый ее поет, оглядываешься, каждый поет. Представляете, как же будет, когда это все будет слышно, это все будет видно. Мы обязательно все это снимем, покажем в телемикс-новостях на следующий день. Обязательно смотрите, не пропустите. Ну, и салют. Салют будет. Конечно же, может быть, мы его сделаем, ну, мы вот так решили, может быть, чуть-чуть покороче, но ничуть не меньше он будет. Ну, и вот небольшая изюминка, такой секретик, не секретик. И попробуем, чтобы у нас поддержка салюты была еще визуальная на здании администрации. Поэтому смотрите. Это нечто со словом лазерное. Со словом лазерное, да. Со словом лазерное, посмотрим, что это будет. Посмотрим, да. Надеемся, что получится. Хоть какие-то сюрпризы у нас останутся после сегодняшнего эфира. Конечно, ведь в прошлом году был сюрприз, когда вертушки, вот шутихи, да, и 70 лет было. Ну, было же интересно, мы же об этом не говорили. Да, увлекательный рассказ. Я надеюсь, что вы все услышали. Захотите повторно, вы еще успеете посмотреть нашу программу в записи в интернете, на канале YouTube Телемикса, на нашем сайте телемикс.тв, ну, и, конечно же, во всех социальных сетях. Ну, а мы с вами прощаемся. Вот так мгновенно у нас пролетели полчаса, просто на одном дыхании. Спасибо огромное за подробный рассказ, за такой воодушевляющий рассказ. Действительно, хочется прийти на площадь прямо в 10 утра и не уходить оттуда до 10 вечера. Это точно. Все приходите на площадь, пока что обещают солнце, я уверена, что так оно и будет. Прямая трансляция будет на нашем канале. Ну, а впереди вас ждет итоговый выпуск новостей. Мы же с вами в программе «Накипело» увидимся в следующий четверг ровно в 20.00. До свидания. Спасибо. До свидания. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»